Всем привет! Как обещала, на каждом основном принципе стоп-пилатеса останавливаюсь подробнее. И сегодня расскажу о дыхании. Как мы дышим в стоп-пилатесе? Дыхание – самая главная и самая пренебрегаемая функция организма. Мы не замечаем, как мы дышим, мы не думаем об этом. Мы дышим на автомате. А тем временем многие люди ставят знак равенства между словами «дыхание» и «состояние». Вот так сильно дыхание влияет на весь организм и на то, как мы себя чувствуем. Сегодня интернет пестрит всевозможные информации о дыхании. Множество видов, множество способов – абдоминальное, грудное, какие-то способы дыхания, алмазные, тибетские, каких их только нет. Кто-то говорит – дышите, кто-то говорит – не дышите, затаивайте дыхание, излечитесь кислородным голоданием и так далее, и так далее. Все эти теории имеют право на существование, но я вам расскажу о том, как мы дышим в пилатесе. Я вам обосную, что это правильно, и покажу упражнения, которые вы можете сделать дома, чтобы знать, как дышите вы, и научиться дышать правильно. Ну, правильно с точки зрения стоп-пилатеса, конечно же, ремарка. Для сравнения и подтверждения моей теории рассмотрим два основных вида дыхания, которые более распространены. Первое – это поверхностное дыхание. Когда вдох неглубокий, в основном в верхние отделы легких, при этом дыхании работают плечи. Посмотрите. На видео заметно, правда? Вы видите, как активно поднимаются и опускаются плечи. Они поднимаются за счет мышц шеи и шейно-воротниковой зоны. То есть представьте себе, на каждый ваш вдох идет сокращение мышц. Эти мышцы, сокращаясь на каждом вдохе, совершают работу, которую они, по идее, выполнять не должны. От постоянных, даже таких маленьких сокращений, мышцы приходят в гипертонус, они теряют эластичность, что, в свою очередь, приводит к затруднению кровообращения, затруднению оттока лимфатической жидкости. А это, в свою очередь, приводит к головным болям, к отечности и так далее, и так далее. Если дыхание, самая натуральная, природой заложенная функция организма, приводит к каким-то затруднениям работы того же организма, то это само по себе уже неверно, правда? Очевидно, что есть свои минусы. Второй очень распространенный вид дыхания – это абдоминальное дыхание. Йоги часто его используют. В этом случае очень активно работают мышцы живота. Опять же, посмотрите на видео. Какой ужас! Второй триместр. Здесь вы видите, насколько активно расширяется и вновь сужается живот при каждом вдохе и выдохе. Окей, давайте посмотрим. В брюшной полости существует определенное давление. При каждом вдохе диафрагма опускается вниз, создавая еще дополнительное давление на органы. Ну и что такого, можете сказать вы? А вот что. При растяжении живота с каждым вдохом растягиваются фасции, растягиваются соединительные ткани, растягиваются мышцы, что со временем, хоть в час по чайной ложке приводит к еще большему выпячиванию живота. Это еще полбеды, если вы сидите, лежите, и для вашего живота есть простор, куда открыться и снова закрыться. А если вы такой пузатенький человек, и вам надо наклониться, извините, что я вас так называю, мне кажется, нежнее сказать пузатики, чем люди с животом. Куда вы вдохнете, ваш живот упрется просто. Поэтому живот нужно собирать, а не распускать. Как мы дышим в стоте? В стоте мы дышим грудным боковым дыханием, когда грудная клетка одновременно раскрывается в стороны, вперед и назад. Так называемое 3D дыхание. Да, в спину дышать можно. Конечно, это будет не так очевидно, как впереди, из-за особенностей строения скелета сзади, но это возможно. Посмотрите, пожалуйста, видео, как 3D дыхание выглядит в действии. Вы видите, да, что плечи мои раскрыты и спокойны, живот мой приподнимается, но немного, все-таки мы даем пространство диафрагме опуститься, мы не напрягаем живот, воздух тоже занимает объем внутри, мы работаем в основном грудной клеткой. И я вам сейчас расскажу, почему я считаю этот метод дыхания самым анатомически правильным и подходящим для занятия спортом. Посмотрите на эту картинку, вот тут. Где находятся легкие? Они находятся на уровне грудной клетки, то есть сами головы с воздухом находятся здесь, сам орган находится здесь. Так почему же вдох должен идти в живот? Где логика? Далее, посмотрите теперь на эту картинку. Как вы видите, наши ребра между собой соединены мышцами, не сухожениями, а именно эластичными мышцами, что в свою очередь говорит опять же о том, что природой была задумана эластичность и подвижность грудной клетки. Ну и третье, наконец. Первостепенная цель всех физических упражнений это укрепление организма, укрепление мышц туловища. Если мышцы живота мы должны укреплять, то как же мы одновременно должны их расслаблять для вдоха? Что-то не бьется, правда? Вот я вам привела три довода, почему я считаю 3D дыхание, стотовское дыхание, самым анатомически правильным. Еще не верите? Окей. Давайте встанем в простую планку и рассмотрим эти три вида дыхания в действии. Вот стою я в планке. Стою, стою. Как мне дышать? Если я буду дышать поверхностным дыханием, мне будет очень сложно, потому что плечи мои зафиксированы. Здесь шейные мышцы будут перенапрягаться и затруднять кровообращение, что само по себе уже противоречит всей теории физической культуры. Если я начну дышать сабдоминально, в планке мышцы живота активно работают на поддержание всех ваших внутренних органов, не давая животу вывалиться. То есть здесь они должны быть сокращены. Тогда как же я смогу выпустить живот для вдоха? Никак. Так что вы видите, в этом положении самый подходящий способ дыхания это 3D дыхание. Уж не говоря о том, если вы сделаете вот так. Или вот так. Или хотя бы так. Ну что ж, теперь, когда я вас, надеюсь, уже убедила, что дышать нужно постовтовски, давайте сделаем небольшое упражнение. Плечи раскрыты, спокойны. Положите обе ладони на нижние ребра, так, чтобы средние пальцы касались друг друга. Сделайте глубокий вдох через нос, направляя поток воздуха в нижние отделы легких. Вот сюда. Вдох через нос. Выдох через приоткрытые губы, словно вы задуваете свечку. Еще раз вдох через нос. Почувствуйте, как ваша грудная клетка раскрывается и пальцы расстаются. Выдох. Грудная клетка снова сужается, ребра приближаются друг к другу и пальцы встречаются. Для кого-то будет легче представить свою грудную клетку в виде аккордеона или зонтика. Представить, как на вдохе этот зонтик или аккордеон раскрываются, выполняя вот такие движения. Вдох. Зонтик открылся. Выдох. Ребра приблизились к друг другу. Зонтик закрылся. То есть фактически вот такие движения должна совершать ваша грудная клетка на каждый выдох и вдох. Как я уже сказала, при этом живот немного приподнимается и приопускается при каждом выдохе и вдохе. Не нужно зажимать его. Движение живота – это нормальный физиологический процесс. Поэтому, друзья мои, чтобы получить максимум пользы от тренировки, дышите правильно, не задерживайте дыхание. Затрудненное кровообращение – это уже не про спорт, это уже не про здоровье. При выполнении упражнения вам должно быть комфортно, вы должны дышать. Только тогда ваши мышцы будут эластичными и податливыми. Только тогда вы будете контролировать свое тело и понимать, что сейчас происходит. Тренировка без полноценного дыхания никогда не пойдет вам на пользу. Я вам советую обращать внимание на то, как вы дышите. В течение дня, сидя или лежа, просто проснитесь наяву и подумайте, а как я сейчас дышу? А куда идет поток воздуха? Где я больше ощущаю этот вдох? Помните, он должен быть не здесь. Нужно дышать полными, легкими, задействуя грудную клетку. Дыхание – это очень важно. Рождается ребенок. До того, как он узнал какие-либо упражнения, какую-либо информацию из этого мира, он делает вдох. И потом его дыхание очень скрупулезно контролируется, потому что от того, как он дышит, зависит его развитие. Вот настолько это фундаментально. От того, как мы дышим, зависит наше состояние, наше самочувствие, наше развитие и наша жизнь. Так что, ребята, не пренебрегайте дыханием, не сутультесь, держите останку и никогда не снимайте корону.